Привет, друзья! С вами Михаил Маркин. С небольшим запозданием, ну как с небольшим, на несколько лет, решил рассказать о Боис Империал, имперском лесе Квентина Биша. И сравним его с другим парфюмом, известным Ганимедом. Поговорим немного о новом Ганимед X-Trade. Надеюсь, будет интересно, приятного просмотра. Ну что ж, друзья, давно назрел и перезрел вопрос о Боис Империал. Многие меня просили его попробовать, и наконец-таки я его попробовал. Раз уж мы зашли к Боис Империал, то конечно не грех вспомнить. И аромат, с которым его сравнивают на Фраге, это Грейвити Вертон Форда. Это, конечно же, Ганимед. Это, конечно же, Глизе. Насколько помню, я Ганимед раньше на канале не показывал, поэтому пусть это будет обзор на ганимедоподобные ароматы. На самом деле говоря, ганимедоподобных ароматов, в полном смысле этого слова, с одной стороны много, с другой стороны не очень. С чем это связано, сейчас я вам расскажу. Вот этот вот специфический аромат ганимедоподобных ароматов, который мы знаем, который есть здесь, здесь, тут и в некоторых других ароматах, это специфический аромат так называемого Акиголовуда. Что это такое? Вообще говоря, это коптив, это химическое вещество, аналогов которому в природе нет. То есть это полностью искусственное химическое вещество. И его производит компания Живодан. Собственно говоря, парфюмер, вот этот Кентин Биш, который и Ганимед делал, и Бойс Империал. Этот чувак, собственно говоря, работает Живоданем. По-моему, даже он и придумал вот этот Акиголовуд, химическое вещество. И, собственно говоря, он его пытается пихать во все свои ароматы, поскольку, как оказалось, вот этот ганимед, он очень коммерчески выстрелил. Собственно говоря, вот тот же Бойс Империал появился от него как некий, скажем так, вариант приткнуть Акиголовуд куда-то, куда-то. При всем приветом Акиголовуд это такой древесно-остро-свеженький ароматец, но он сам по себе, конечно же, профиль аромата не определяет. Когда мы дойдем до, собственно, занюха, затеста ароматов, мы на этом подробно остановимся и поймем, в чем разница между вот этими клонами. Затрону тему арабес Кюгека. Скажу лишь то, что вот этот Акиголовуд вещество искусственное, поэтому с точки зрения арабских клонов здесь ситуация такая. У арабов есть как бы возможности с разной степенью мастерства смешивать готовые парфюмерные компоненты, которые там в бочках продают, можно купить. Синтезировать их с нуля удается мало кому. Точнее, мало кто может это делать, как говорил Кличко. И, собственно говоря, тут возможно два варианта. Либо закупают у Живадан Акиголовуд и делают свой аромат, как в случае, например, с Глизе. Или пытаются повторить, воссоздать его аромат, но с помощью других химических веществ. Это пример арабес Кюгека. Он тоже ганимедоподобный, но в нем нет Акиголовуда и он звучит несколько иначе. На комментариях на фрагрантике вы можете почитать отличия. Все вот говорят, там ганимед ледяной, Гекко теплый, Бойс Империал там еще какой-то. По большому счету попросту в этих ароматах есть Акиголовуд, в Гекко его нет. Плюс характерную нотку ганимедности придает большая доза такого вещества, как Эвернил. Вот, собственно говоря, в том же Гекко это Эвернил плюс яблочки без Акиголовуда. Здесь это Эвернил с Акиголовудом. Тут мы имеем ветивер с Акиголовудом. Ветивер, кстати, вот грей ветивер сравним. Это вот Эвернил с Акиголовудом. На фраге вы можете увидеть, что там, что у ганимеда, что у всех этих там куча каких-то нот, то есть у 5 и 10. Но здесь нужно понимать, что вот этот Эвернил, что Акиголовуд, это, скажем так, комплексные соединения. Ну, там простой пример жизни. Запах борща это не что-то такое уникальное, существующее само по себе. Это запах воды, это запах капусты, это запах жареной свеклы, запах мяса и так далее. Точно так же и здесь. Там вот пишут, что нота, я не знаю, там кожи, но это не аромат кожи сам по себе, который сюда добавлен. Это аромат, скажем так, какая-то из граней аромата какого-то синтетического вещества. Ну да ладно. Отложим это пока в сторону. Начнем с империала. Поставляется в такой вот херобуре. Маркировка. Многие, кстати, спрашивают там, где у империалов маркировка. Если империал маркированный, то она просто вот как бы наклеена. Тут вот такая ленточка и как бы все. Вот так. Внутри здесь мы имеем к воду карт. Просто так, кстати, отсюда парфюм хер выдавишь. Нужно вот это вот все снимать. Вот это вот снимаете. Это все рассыпается. Тут есть затычка. Из этой затычки выдавливаете. Блин, нахера это сделал? Сейчас обратно собирать. В общем, эко-френдли коробка. Блин, еще и собираю неправильно. Короче, эко-френдли коробка. Сделан из отходов. Вот. Но с точки зрения экологии, наверное, хорошо. С точки зрения удобства. Но в эту коробку, если что, аромат не засунешь. Даже я вот отливанты в коробках отправляю. Ну, в этом отливант отправить, ну, наверное, можно, конечно. Но его надо обклеивать. Оно как-то все хлипенькое. Кстати, почему-то вот этот картон нифига не картоном пахнет. Ну, ладно. По самому флакону. Производство это новое. Старого не пробовал. Говорить ничего не буду. бачкот. Блин. Ох. Крышечка. Тяжеленькая. Какой-то, видимо, металлический утяжелитель поставлен. Пульвик ничем не примечательный. Вот этот аромат, кстати, сегодня целый день ношу. Носил до этого. Что по нему сказать, по саму аромату? Ну, сперва скажу, как он для меня пахнет в отрыве от всего остального. В первую очередь, это какая-то перченая ветивировая зелень. И вот эта гнемедная нотка, она появляется... Ну, она настолько сильно в попе, она как-то тенена, что на первый взгляд кажется, что сравнивать его с гнемедом ну, дело вообще беспреспективное. Даже сейчас я вот слушаю его с руки и, собственно говоря, не могу понять, что, грубо говоря, объединяет. Вот Глизе, кстати, да. Мы сейчас дойдем до него. Не могу я понять, что их объединяет. Это такая перченая зелень. Но ситуация меняется, когда вы его слушаете в шлейфе. Вот знаете, товарищи, вот насколько он не айс, когда его нюхаешь с руки с места нанесения. И он, собака, дико хорош, когда его слушаешь в шлейфе. Вот я обычно брызгаю парфюм вообще под шею. Но в этом случае его нужно брызгать на живот. Вот шлейф у него просто офигенный. Вот в шлейфе как раз-таки раскрывается, что в нем есть вот такая вот гнемедная прохлада с одной стороны, с другой стороны это зеленый такой свежак. И перец при этом, он практически исчезает. И знаете, я вот не люблю ни ветивер, я не люблю перец. И вот с места нанесения этот аромат мне тоже нифига не нравится. Но вот когда его слышишь в шлейфе, ты просто удивляешься, блин, а как он так красиво пахнет. Не знаю, как это получается, потому что с точки зрения аромахимии, ну, испаряется аромат, испаряется. Вот сейчас его слушаю с руки, какая-то ерунда. Хожу по дому, слышу его в шлейфе, восхищаюсь красотой. Сравнивают его все с грейвитивером. И знаете, скажу так, по чисто ветиверовой части они похожи, но здесь нет перца. И здесь есть какая-то дикая прохлада. Вот грейвитивер у меня почему-то ассоциируется прямо с таким шквальным ветром. Я его ношу весной, когда прохладно, когда сильный ветер, он офигенен. В жару носить его бессмысленно. В ветреную и холодную погоду, весной, он классен. И да, действительно, именно ветивер в них звучит одинаково. Но вот единственное что, бой с Империалом у меня с ветром никак не ассоциируется. Потому что Том Форд, в нем ветивер такой же, но в нем есть еще что-то такое кожисто-колкое. Такое, знаете ли, льдисто замерзшее. Причем это не та прохлада виноградного сока, как в ганимеде. Это именно что-то такое замерзшее, как замерзшая земля. Такой, знаете ли, холод, брутальность. Ты как там норвежский моряк, брызги соли в лицо, ветер. Вот это есть в грей ветивере. И этого нет здесь. Но ветивер в них одинаковый. Поэтому я, в принципе, понимаю, почему на фраге, на фраге там, скажем так, грей ветивер есть списки похожих. Но я так скажу, что один не заменяет другой. Это все-таки больше история про то, чтобы пахнуть такой хрустальной звонкой свежестью с ветивером в шлейфе. Вот. Сам ганимед теперь. Ну и Arabian Wing Lise. Вот здесь такая наклейка снимающаяся. Тут что? Ну, коробка как коробка. Видали, коробки получше. Но сделано приятно, да и бог с ним. Тут у нас лежит ганимед. Тут у нас реклама. На русском нет, что ли? На русском нет. Да и бог с ним. Коробка, да, ничем не притязательная. Ничто не говорит о том, что этот парфюм стоит конских денег. По самому флакончику. Флакон симпатяшный. Я почему-то сперва думал всегда, что это какая-то металлическая или фасмассовая или бумажная наклейка. Но оказалось, что это нифига не наклейка. Вот если так царапкать, то нет никакой границы, что ли. Даже интересно, как это сделано, честно говоря. Потому что вот я его скребу пальцем. Совершенно та же стеклянная текстура. Причем видно, что оно нанесено не под стекло, это на стекле. Ну, в общем, да. Наверное, я не знаю у подделок, как с этим стать дела у подделок. Может, у них там просто бумажка наклеена? Потому что технологии интересные. Я такой раньше не встречал. Донышко. Ух. Собственно говоря, по ганимеду. У этого парфюма дикая стойкость, у этого парфюма дикий шлейф. Кстати, недавно вышел его собрат. Ну, точнее, как собрат. Экстрейд и перфюм ганимед. Тоже, кстати, штука интересная. У меня есть отливант, потом на него сделаю мини-обзор. Если вкратце, это такая... Если ганимед – это холод, виноград, свежесть, журналы, то ганимед экстрейд – это аромат горячих камней, запекшейся крови. Никакого плова там, кстати, как многие пишут, я особо не чувствую. Это аромат ганимеда, в который внесены горячие камни и немножко запекшиеся крови. При всем при этом у экстракта еще большая стойкость и шлейф полупшика. Там пару дней выветривается и даже после душа остается. Поэтому... Но ценник там, конечно, нормальный такой. Больше, чем у ганимеда, при том, что у экстракта объем фокона 50 мл, а здесь, в общем-то, сотка. По самому аромату, кто не знает, чем пахнет ганимед. Ганимед – это свежесть. Ганимед – это иногда легкая виноградность в раскрытии. Это аромат новожурналов. Это аромат стерильности. Ганимед – это аромат, который почему-то у меня ассоциируется почему-то, не знаю почему, с зубной полью. Не со стоматологией, нет. Или на зубную полью, когда, знаете, болит зуб, вот это вот колкое острое ощущение. Вот если его как-то перевожить на аромат, это будет аромат ганимеда. Не знаю почему, но вот у меня почему-то такие ассоциации. Да. При всем при этом это, в общем-то, пахнет приятно. Пахнет приятно. Ну да, может поддушить. Летом он мне нравится, зимой еще не пробовал, будем пробовать его зимой. Ну и, собственно говоря, по схожести, по аромату они похожи, но примерно совсем они не похожи. Здесь практически нет журналов. Здесь практически нет журналов. Но вот то самое ощущение летящей свежести в шлейфе у бой с Империал передается. Но сравнивать опять же не стал. Никакой заменой друг другу они быть не могут по определению. Все-таки ганимед это про особой ледяной отрешенности я здесь, конечно, не чувствую. Наверное, это больше такие, знаете ли, фантазии. Нет, это просто такой, да, дизель немножко инопланетный, но прохладный аромат. Похожий на аромат прохладного виноградного сока. Вот с этими аспектами зубной боли нового журналов. Да, приятный. И есть у него такое свойство, что при первом затесте он может отторгнуть вас. Точнее, вам он не понравится. Точно так же было у меня, он мне сперва дико не понравился. Но потом что-то помал, потихонечку понял, что это на самом деле аромат-то офигенный. Другое дело, что в наше время он такой подзатасканный уже изрядно. И клонов на него много, и копий разной степени пошлости. Но, скажем так, самой прелести сам аромат при этом не потерял. И вот кому нравятся аспекты журналов в Ганимеде, журналов, и кому пофиг на легкую виноградность, которая в нем есть, которая время от времени проявляется, Можете обратить внимание на Arabian Wind Gliese, который стоит в два, а то и больше, а то и в более количество раз дешевле. Arabian Wind Gliese, на него уже есть на канале обзор, я там его уже сравнивал. Но, на самом деле, те же самые пироги, только в профиле. Здесь чуть поменьше виноградности, из-за чего аромат чуть более тяжелый, чуть более журнальный. Кто любит журналы, возможно, Gliese вам дальше больше понравится, чем сам Ганимед. Вот эти два аромата я бы поставил, в принципе, как бы, ну, на один пьедестал, кому что больше нравится. Фруктинка, журнальность, в целом одно и то же. А вот Bois Imperial в шлейфе красив, но это не Ганимед. Есть вот этот Аки Головут, но, как мы знаем, как я там в начале ролика говорил, аромат Ганимеда определяет не только он, а еще и Вернива. И Вернива тут кажется, что практически нет. Вместо него тут дикая доза перца с ветивером. Вот. Как будто бы отсюда убрали его ледяное ядро, добавили немного журнальности, добавили перца и получился Bois Imperial. Почему у него рейтинг больше, чем у Ганимеда? Ну, да, наверное, из-за цены, потому что он все-таки дешевле. В шлейфе он тоже прекрасен. Но сравнивать их бессмысленно. Кому нравится Ганимед, лучше вот смотрите в это направление. Как-то так. Вот. А я продолжу наслаждаться Ганимедом. Глизе более такой, знаете ли, мужской, я бы сказал. Вот эта виноградинка в Ганимеде дает ему унисексовость. Этот аромат немного менее унисексовый, на мой взгляд. Он ближе к мужскому. Надеюсь, обзор был вам полезен. Спасибо за просмотр, друзья. Если кому-то интересно, какие ароматы обозреть в следующем ролике, пишите. Интересные идеи я возьму в работу. Будем смотреть и нюхать. Хорошего дня, друзья.